Ну, может быть, я вам парочку, чтобы вас не перегружать. Здрасьте, это Терре, финнов Терре, да? То есть одна языковая группа Терре, спасибо, наверное, да? Спасибо Айта, ударение на первый слог, хватит? Айта, да, да, достаточно. Терре и Айта. Для начала. Терре и Айта. Ну, так вот, чтобы было логично, здание за моей стеной, дом большой купеческой гильдии. А это была организация богатых, непременно женатых купцов. Как правило, в глава гильдии входил магистрат Совет Городских Старейшин. А само здание, посмотрите, сохранено с 1410 года. А здесь треугольные формы щеки. И довольно высокие открытки. И портал профилированный. И изящный пятигранный фонарь. В этом доме сейчас исторический музей. Ну, а на службу купцы направлялись в Церковь Святого Духа. Вот она перед вами. Церковь упоминается еще в начале 14-го лета. А часы 17-го столетия. И как поет Алла Борисовна, все точно. Старинные часы еще идут. Церковь действующая, ветеранская. И еще, обратите, пожалуйста, внимание. С торца вот это дом, где кафе сбоку. А отсюда написано «Калев». «Калев» это вообще кондитерская фабрика. Так вот, когда заходишь в это помещение, с левой стороны, почему написано «Музей». Там художница обычно пищевыми красителями марципановые фигурки раскрашивает. И там же можно увидеть то, что было когда-то сделано. А справа в уголке продают и калевскую продукцию, и марципаны. Но вот тот пик 40, там побольше всего. Но тем не менее. Они там разрешаются? Вы знаете, там да, кстати. Вот, кстати, хороший вопрос. Улица, посмотрите, перед нами булочный проход. Я вас не нагружаю эстонскими названиями, потому что это все булочный проход. Жили когда-то булочники. Отсюда такое название. И по этому проходу можно выйти на Ратушную площадь. Очень скоро мы там с вами окажемся. Правда, пойдем по-другому. Но мне бы хотелось с вами заглянуть еще в типичный средневековый дом. На улице.